Во имя Отца и Сына и Святого Духа Мы записываем целую серию бесед О ней у нас все одинаково называются Во свете Библии Сразу поясняя слово во свете Библии означает, что то, что мы делаем должно находить подтверждение в Священном Писании Здесь коронный стих Евангелие от Иоанна 12, 48 Это 12 глава, 48 стих Господь говорит, я не сужу вас Слово, которое я говорю Оно будет судить нас Все остальные вопросы сразу отпадают Если бы так люди рассуждали Вот сейчас такие споры Кто-то не тот сказал О Кураеве, Остепаненко Выступает Душенов, Смирнов, Осипов Во свете Библии поставьте, посмотрите Больше не надо, зачем спорить-то Мы должны просто увидеть во свете Библии Правильно говорят или неправильно Не поносить, не ругать, а молиться друг за друга Вот непрерывная какая-то склока ругань Сегодня я хотел ответить на вопросы о стихах Что значит о стихах? Ну, я пишу стихи, хотя их стихами не называю Не пишу, а писал Это не худо и не бедно Сейчас кое-что покажу У меня как-то вышла первая книга Вот такая называется Церковь, свобода, тюрьма Первая стихи, это первая моя книга Она помог составлять тогда был У меня здесь жил со мной Напоновил судников Вот оно И вот предисловие какое написано Моя краткая биография После 10 класса окончил Барнаульский строительный техникум И был направлен прорабом в Иркутске строго режимный лагерь Служил в армии в морфлоте в ракетных частях Во время армейской службы Николаевский на Амуре Увидел художественный фильм «Отверженную» Под наименному роману Виктора Юго Образ Жана Вальжана в исполнении Габена Произвел сильное впечатление на Игнатия Это стало началом его духовных поисков За беседы о Боге и вечности Был уволен из армии досрочно В военный билет записали причину Вяло текущая шизофрения После этого в течение 26 лет Преследовался советской психиатрией С малых лет воспитывался в вере Знал о загробной жизни О страшном суде Так как родители были старообрядцами-беспоповцами Но из-за отсутствия духовных книг Вся вера людей того времени Ограничилась родительскими наставлениями Бабушкиной верой Обращение к Евангелию пришло позже В 1962 году Стал работать на корабле на Балтике И поступил в Рижское мореходное училище Однажды, находясь на берегу в городе Венспосе Игнатий стал искать верующих И ему указали на дом баптиста-пятидесятников Был приглашен в дом к себе проповедником Еремеем Михаилом Александровичем Начал читать Новый Завет И там 27 сентября В 17 часов склонился на колени И в первый раз своими словами Сказал Богу Что верит в Иисуса Христа Как своего Спасителя Это новое рождение Дало начало новой жизни Игнатий стал христианином Но отнюдь не сектантом В Рижском училище Незавтра до своего рождения Свыше Игнатий получил разрешение Зать за три года За три курса за год На немецком, английском Или французском языке По выбору комиссии Теперь же началась новая жизнь И он оставил море Оставил все И целиком отдался изучению Библии Работая печником и плотником Это нигде нету Поэтому я прочитаю биографию Настройки Изучал священное писание Творение святых отцов Игнатий задался великой целью Донести эти сокровища Православной веры до людей Погибающих в невежестве и лжеверии Им были начитаны Магнафоны и пленки Размножены тысячами Тысячными тиражами Библия Со всеми неканоническими книгами Жития святых Димитрия Ростовского 12 томов Творение святого Иоанна Златоуста 12 томов Добротолюбие 6 томов Общая продолжительность Узбучания Более двух с половиной тысяч часов Были начитаны и размножены Архипелаг Гулаг Солженицына Материалы о масонстве Антология духовных стихов За 300 лет За проповедь Евангелия И чистоты православной веры Терпел преследование не только Со стороны коммунистов Безбожников Но и со стороны духовенства Московской патриархии Благодаря ненависти священников Игнатий был под постоянным Надзором властей За столь бурной проповеднической Издательской деятельностью Последовали аресты В 80-м В 86-х годах При содействии Новосибирского архиепископа Гедеона Был осужден по политической статье УК РСФС 190 прим Отбывал срок В лагере смерти В городе Жанатасе Жамульской области Освобожден По амнистии С начала перестройки Реабилитирован В 1992 году 4 января В 1991 году Вместе с братом священником Акином Лапки Начал восстанавливать Родную деревню Потеряевку Уничтоженную в 1972 году Сейчас в деревне около 20 домов Все жители православные В деревне запрещается курение Пьянство Матерщина Ложь Воровство Недалеко от деревни Расположен детский православный Трудовой лагерь Стан Существующий Теперь 41 год Каждое лето В лагере съезжаются Дети с разных мест В Барнаульском Политехническом университете Технически 12 лет Это больше 17 лет Идет занятие По изучению Библии На основании Святоотеческого учреждения 17 лет Занимался заключенными В местном СИЗО Во всех отделах Милиции Гор и Край УВД Является основателем И старостом Барнаульской Крестовозвиженской Общины Русской Православной Свободной Церкви Юризикс РПЦЗ Предлагаемые читательные книги Собраны стихотворения О разных лет жизни Значительная часть стихов Написаны в тюрьме И вынесены тайком От охраны Тема стихотворения Самая разнообразная Это и церковь И политика И внутренний мир Человека И многое другое Но все стихи Объединяет Единое мировоззрение Основанное На горячей ревности Вере во Христа В Библии Святых Отцов Вот первое Родное слово Библии Навеки полюбил У меня все книги Сшитые Не склеенные Ну видите Фотографии тогда были Еще Черно-белые Вот Ну а потом еще Появлялись стихи Стали просить Чтобы их издать И вот у меня Закончено Собрание стихотворений Получилось Четыре тома По 800 страниц Я сейчас кое-что Прочитаю Вот Тут одна интересная деталь Я писал И выбрасывал Написал черновик Вот я теперь показал За один год только 2007 год Это черновики Меня попросила Одна сестра Говорит Ты мне отдавай их Не выбрасывай Ну а теперь получилось Где-то за 8 лет У меня стихи остались целые Черновики Вот 420 стихотворений Написано было за год Все стихотворения Девятистрочные Вот Коротко Хотел показать Открыть Как я пишу Пишу карандашом Чтоб дешевле было Ну 429 листов Что самое интересное Когда я показывал Очень знатным поэтом Считал Там Лев Ашанин Вел тогда занятия В Москве В литературном институте Это у меня 3467 стихотворения Они все сохранились В папках Ну Пишут же люди Но дело в том Что у меня нет Ни одной поправки Практически Повторяю 3467 Они у меня писались На частую А как это может быть Не знаю как Я вот стою Молюсь Ну в руке бывает Лестовка Это вот иконы Вот Не в иконах дело Это просто показать Обстановку И Каждое почти утро У меня на молитве Какая-то мысль Я помолился Сразу Ну Беру бумагу И пишу Вот они Все по 9 куплетов Все они одинаковые Здесь темы Настолько разнообразные Почитаю Без помарки Почему? Не потому что Мне все равно А просто так получается Я потом возвращаюсь Пытаюсь Написать лучше У меня ничего не получается И когда напечатано Стихотворение Я пытаюсь Теперь смотреть Я вижу Это настолько выше Моего уровня Развития Знаний Я их своими Не могу признать Да их стихами Не считаю Печатался здесь В местной Прессе В газетах Там где брали В журналах Ну бывает Плагиаты Они Свои стихотворения Не напишут Как надо А где-то чужие воруют У меня наоборот Мои стихотворения Печатаются Там газета Радонеж Там в журналах И мне привозят священники Я слушаю Они Тайно Хотите я вам прочитаю стихотворение Понравится Нет Я слушаю Я говорю Да написано Видно что человек Знает писание Аня показывает Внизу написано Лапкин Я не издавал И не писал Такое стихотворение Я даже забыл Но в конце Бывают строчки Две Которые Нельзя написать Не будучи мной То есть Указано на местность Или на название Или что-то Это тоже Непонятное Такое явление Вот И Я закончил Верстку Этих четырех книг Повторяю Книги все Сшитые На Овсетной Белой бумаге И в каждой книге Будет Сто шестьдесят Страниц Светных Листов Страниц Светных Ну что такое Цветное Сегодня понятно Это на мелованной Бумаге Просто Сто шестьдесят Это целая почти книга Я пошел в типографию Узнал что Почем Мне никогда не издать Никогда Это каждая книга Примерно Тысячу экземпляров Требуется По триста тысяч Триста Четыре Двенадцать То есть Миллион Двести тысяч Я должен выложить Сразу Они у меня уже Ну все Я их приготовил Полностью Фотографии Приготовлены Только сдать Нет денег Может быть Кто-то найдется К того заинтересует И пожелает Деньги перевести Прямо на типографию На меня И не надо Их переводить То даже Типография Спектр В Барнауле Вот Как эти книги Будут выглядеть Я кое-что Буду показывать Дополнительное К этому Вот смотрите Вот первый том Но они уже В программе Пейджмейкер Все как надо Вот Я буду тут Шевелить Показывать Как она Вот как книга Выглядит Это Так Нужно нажать Не видно Не видно Стихотворение По определенной По 2010 Стихотворение Восемьсот Когда увидели Как интересно И гляжу И гляжу Некоторые Из деревни Наши Наши Житель Кто-то Они мое Пропустили 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 Все как будто Стихотворение И по упорству Своему Вот следующее Я перелистываю Просто показать Как выглядит Это в этих книгах Вот Ах Если бы дано Было начать По-новому И заново Прожить Детей Иначе Воспитать Внучат Повыше Этих Смог Достичь Вершин Вот она Последняя строчка И она Точно В грань Вписывается Вот так Ну я могу Даже показать Как это Выглядит Когда нажимаешь Контур Иаль И букву Жив По-русски П Выскакивает Вот такая Рамочка И там Нужно поставить Какие Какая страница Мне нужна Ну вот Мне нужно Допустим Сот Семьсот Девяностое Потому что Под восемьсот Показать оглавление Вот Как выглядит Оглавление Вот оно как Я показываю Просто Это самому Мне пришлось Все верстать Программа Выставливает Ровно Содержание Ответа на вопрос Оно свете Библии Вот они как Идут уже По алфавиту Какая страница Видите Как все По алфавиту Как выстроено Я просто Показать Конечно Раз так много То Ну это последнее Сколько вопросов В моих книгах И Иоанна Иоанна Златоуста Я беру У нас От того Что нет Никого Совершенно Здорового В вере Но все Больны Одни Боли Другие Менее Никто Не в состоянии Пособить Лежащим Так Если бы Кто со стороны Пришел К нам И хорошо Узнал И заповеди Христовы И расстройства Нашей жизни То Не знаю Какие бы Еще мог Он Представить Себе других Врагов Христа Хуже Нас Потому что Мы ждем Идем Такой Дорогою Как будто Решились идти Против Заповеди Его Святой Анзелтоус Это Православных Больших Врагов Истины Как будто Не находил Анзелтоус Ну и Прикинем Поправку Еще на 1400 Лет Еще Здесь Получится Вот я Не буду Убирать Показываю Второй Том Не нужно Успеть Хоть что-то Показать Как выглядит Второй Том Вот Точно Так же Заголовок Проповедь В стихах Вторая Страница Так же Вот такая Будет Фотография И Предисловие Вот Первый Вопрос Ко мне Всюду В чем О чем Эти книги Ответ О Боге Святой Библии И о грешнике Которому Бог дал Самое ценное Жизнь Сына Своего Иисуса Христа Чтобы грешник Мог Им Оправдаться И жить Во веки Первая Иоанна 1.7 Это предисловие Если же ходим Во свете Подобно Как он Во свете То имеем Общение Друг с другом И кровь Иисуса Христа Сына Его Ощищает Нас От всякого Греха Деяние 4.12 Ибо Ибо Нет Сава 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 По еврейски И скрывать Муж Провозгла Провозглашу Судей Было Так Герои Видите Игла 669 284 Слова Это я сам Взял Подсчет Через Компьютерную Технику А вот Слово Игла Встречается Всего Только Один раз Их Сава Слова Мудрых Как иглы Как вбитые Гвозди И составители Их От единого Пастыря И слово Лапка Встречается Во святой Библии Только Один раз Притча 3028 Паук Лапками Цепляется Но Бывает В царских Чертогах И тут Я зацепился За эти слова Которые Мне даны От рождения Имя Игнатий В переводе С греческого Означает Неизвестный А в переводе С латинского Огненный Как Серафим И кроме Того Я глубоко Верующий И во многом Не согласен С официальным Курсом Сегодняшней Церкви Хотя И нахожусь В ней И слова Мои Многим Не нравятся Они колют Их Я как игла Я простой Сторож И печник Охраняя И обогревая Многих Не начальник Но благодаря Евангельской проповеди Достиг самых Отдаленных Уголков земли Наш сайт Во свете Библии Вот он Наш форум Во свете Библии Живой журнал Теперь покажем Еще и другое Наш Где находится Видеоканал На нашем сайте Который считаю Одним из самых Богатых В мире Отвечаю На 4124 вопроса Во свете Библии Там Более Тысячи Моих проповедей Произнесенных В храмах Во время Богослужения 3137 Мои стихотворения Духовные темы 50 Начитанных Мною Книг Аудио Это все На сайте 38 Изданных Книг За 8 лет Еще Три книги Уже В интернетной Версии Вот тебе И лапки Паука И мысли Шивающие Разрозненные И важно Еще Стихи То есть Ну умею Поставить предел И на этом Уже За старческий Моразм Пытается писать Нет Моразм пока Не наделен Бог хранит Но и писать Перестал Совершенно Это мы смотрим Третий том И вот Начинается Он сразу Филиппийцам Влечет меня То и другое Имея желание Разрешиться И быть со Христом Потому что Это несравненно Лучше И оставаться Во плоти Нужнее Для вас Не спешите Меня хоронить Я прощаюсь С составленным Телом Обредите Меня Для войны И для Последнего Страшного Дела Сорок дней По мытарстам Ити Двадцать Разных Таможен Несхожих Там Допрошен Допрос Будут Бить Колотить Строить Черные Адские Рожи Столько Рыл Перепончат Их Крыл Скрежет Злобы Бесовской Постылой Обо Всем Испытание Что Ел И Что Пил Как Почем Небеса Не коптил Ли Мой Язык Если Правде Привык Ну а Если Неправда Найдется И за Мысли Мои Не Любил Ли Кривых От Рождений До Погоста За Развратные Мысли По Числам По Часам И Минутам Припомнят Верил Жертву Христа Или Был Атеистом Жил Невенщина Или Законно Погодите Судить Я Не Умер Еще Судят Мне Други Лают Нахально Перед Вами Живыми Давать Мне Отчет Перед Страшной Дорогой Дальней Если Вы Мне Простите Грехи Истребите Долги И Сожжете Вам На память Оставлю Гнилые Мехи Проводите Их С малых Почетом То есть Ну Мехи Называется Тело Схороните Меня В сапогах В моей Робе Тюремные В заплатах В них Прошел Я Чечню Карабах Всех Мирил Со Христом Не Заплату Поддержите Молитвой Мой Путь Не Окончен Враг Вплотную Насядет А Кружит Бейте Только Прицельно И Точно Из Псалтыри Из Тысячи Ружей Это Третий Том И Последний Четвертый Это Уже Повторяю Сверст Но Я Сам Делал Верстку И Стихи Вот Эти Четыре Тома По Семьсот Страниц Набирал Сам Где-то Проповеди Помогали Были У меня Люди Корректоры Их Корректировку Стихов Практически Пришлось Пересматривать И Снова Делать Хотя Помогали Тут И Корректоры Вот Книга Четвертая Проповедь Стихах Барнаул 2014 Точно Так же По Благословению И Вот Вопросы Ответы Во свете Библии Вот я стою Это 12 томов Иоанна Златоуста Итальянское Издание Которое я Насчитал Которое мне Подарил Кондратюк Отец Арсений Архимандрит В Синоде В Нью-Йорке И мне там Выбор Прилижал Виктор Потапов Священник Вашингтоне Подарил Мне Компьютер Я уже стал Догадываться Что хорошая вещь Я долго не хотел Его иметь И Книги А в самолете Это определенное Число Можно взять Килограмм Ну я тогда Компьютер Отставил А вот эти книги Привез И вот далее Предисловие Вот предисловие Прочитаю Необычность В эпиграфах Из Святой Библии Каждому равному По величине Стиху Из девяти Куплетов Вот они Эпиграфы Допустим Следующий Четвертый том Начинается Аллилуйя Это потолок Выше Не забраться Не достигнуть Это все Чего достичь Я смог Прошептать Пропеть Предсмертно Вскрикнуть Псалом 103 35 Эпиграф Да исчезнут Грешники С земли И беззаконных Да не будет Боли Благослови Душа моя Господа Аллилуйя И вот по сторонам Тут правда Не на каждую строчку Указано Откуда И вот Предисловие Нередко Рядом со строкой Указано место Из священного Писания Из Библии Откуда Подчеркнута Мысль При просмотре Черновиков На 3096 Сихов В этих Четырех Томах Видно Что нигде Нет исправления Писалось Начистую Сразу Связанное С поэзией Вопрошает Где беру Столь необычные И затем Так неожиданно Высвеченные Темы Ответ На молитве В основном Ночью И рано утром Мы всегда Встаем 4.40 Приходит Одна или две Строчки На молитве Которые я быстро Прямо на молитве Записываю А продолжу Иногда Через несколько Месяцев Узнав Сколько раз В моих стихах Встречаются Некоторые слова Можно понять О чем речь В них В моих стихах Слово Имя Иисуса Встречается 1459 раз Ну поищите Такие стихотворения В мировой литературе Слово Христос 3439 раз Священник Священство 379 Смерть 1464 Жизнь Это слова В стихотворениях Встречаются 1544 Храм 724 Церковь 572 Воскресенье 666 Интересно Я конечно не подгонял Не знал Но сама цифра Она будет разбита Слово Воскресенье Как будто бы против Антихристовых дел Библия 1454 Писание 835 Евангелие 710 Давид 229 Псалмы 125 В 3467 В 3467 Стихах Имя Его Встречается 936 Раз Во всех Моих Стихах 708 981 Слово И 3 миллиона 875 780 Знаков Ну люди скажут А много это Или мало Вот для сравнения Вот на это будем держать Как говорится Курс Статистика на Библию В русском переводе По синодальному изданию 1870 В неканонических книгах Входят также 13-14 главы Пророка книги Даниила Молитва Монасии 2-я Параллипоминон 306 Это составляет 172 главы Столько-то стихов Столько-то букв Новый Завет Содержит 27 книг 260 глав Вот столько-то 7 955 стихов 129 596 слов И 612 909 букв Библия каноническая Вот она 66 книг 1189 глав 31 227 стихов 568 502 слова И 2 672 374 Дальше Вся Библия с неканоническими книгами Я последнюю назову 3 179 2512 букв А у меня 3 миллиона 875 То есть в книгах моих В стихотворениях Букв больше Чем во всей полной Библии Во всей полной Библии Вот какое количество знаков И далее я перечисляю Если видно где-то Итого в Библии Кто не знает Черта Встречается 3440 раз Черточка Иота И краткая Буква 26 055 раз А для чего это нужно А вот для чего Матфея 5 16 Ибо истинно говорю вам Да коли не предет Небо и земля Ни одна иота Или ни одна черта Не предет Из закона Пока не исполнится Все Вот Вот это Аллилуйя Мой девиз и лозунг 40 лет с ним Бога познаю Получал не раз По 40 розок Там без очереди Многим выдают Отошел бы Сгинул в одно счастье Цель и направление Потерял Аллилуйя Утреннее счастье Для всего Мой стройматериал Я тебе Дам даже Может быть Вам прослушать дальше Вот И вот Каждая Следующая страница Вот они как идут Показано по грани Вверху Умирая Наказы Потомкам дают Дальше Псалом Эти книги Все находятся На нашем сайте Ну чтобы это понять Что такое Я хочу показать Вот наш православный Видеоканал Вот Вот на нем 1540 наших роликов Сейчас Вот православный Видеоканал У него 647 подписчиков И посетили его Тут за это время 180674 Конечно Это немного Видеоканал Открытый боком Называется Во свете Библии А Игнатий Если лапкин То там другой канал Уже открытый У нас Вот Ну и главное Тут у нас Это форум Православный форум Тут многие стихи Мои находятся Это 1500 тем Тем Разных Темы большие Ну другой Я много работаю Это Надо закрыть Тут все это дело Показать Вот Это мой Mail.ru В Mail.ru Я нахожусь Это я уже утром Начал отвечать Вот оно где Видите как Mail.ru Но кроме того У нас есть Главное Это сайт Я вот сейчас открою Чтобы показать Где находится стихотворение Заранее Не подготовил Не зал Вот оно Наш сайт Во сети Библии Вот отдельно здесь Православный форум Жать здесь Если вот сейчас нажать То нас сразу перекинет на форум Видеоканал нажать Вот Сразу на видеоканал перебрасывает Видите Это работает Третьяков Игорь И жена его Иулия Юлия Главное Вот Составить вот это Самое ценное Это Во всем что у меня есть 4124 ответа Вот оно где И 55 папок Отдельно Потеряевка Политика Покаяние Объединение Община Пища 55 папок И вот допустим Мы решили Ну что-то интересует Ну взаимоотношения Вот мы в него ткнули Вот только ткнули Сразу одни вопросы Вот Одни вопросы Вот чтобы с вопросов Теперь на ответ Это Евгений Клейменов Помог Судент пятого курса Медуниверситета Он как Юлия Тоже с красным дипломом Закончил Вот теперь я только Откну вопрос Допустим В книге Его непонятно Кто такие Эти три человека Пришедшие Теперь Ага Где это Вопрос 678 Во втором томе Открытый боком Я в него ткнул Оно сколько Секунд прошло Все Теперь вы Этот же вопрос Уже идет с ответом Вот он какой ответ Вот чтобы Вернуться назад Я сейчас покажу Как Вот я возвращаюсь Возвращаюсь на форум Вот Я говорил Что тут Самое ценное Самое ценное Что-то у меня Неправильно Двигаю я его Вот он Ага Вот Вот все книги Вот слева Все книги Вот я сейчас ткну Вот книги Вот они открылись Православные книги Вот они Все эти книги Какие у нас есть Я возвращаюсь Снова Восвете Библии На первую На первую строку А нас интересуют Стихи Вот она Стихи Вот я их открыл Стихи Вот они Скачать А вот поет Виктор Савченко Он положил их на музыку И сам играет И поет Это где-то более Наверное Восьмидесяти Мои стихотворения А вот аудио Стихи Для скачивания Это я их сам начитываю А вот эти четыре тома Вот они в стихах Я даю их Разрешение Печатать Может любой Но меня Уведомить об этом Ну и сейчас Из тиража Там хотя бы Сто экземпляров Мне отдать Вот она где Вот она Как выглядит Список стихов Сколько есть Аудио Стихи Мною Начитанные Я более Трех тысяч стихов Начитал То есть материал Здесь Богатейший Вот новый Заяц С толкованием И вот только Книги сразу Там Для слова Божия Это сама Книга Писнем Православия Книга Проповеди 1300 проповедей Ну и Ценнейшее Это звук И видео Только Ткнул В него Звук И видео Все Библия Начитанная Солженицын 12 томов Златоуста 12 книг Ну некоторые Говорят Ну а как найти Там что Ну найдешь Житие святых Вот 12 книг Видно Нет Я не знаю Вот я допустим Ткнул в него 12 Сразу открывается Я их взял Из 12 книг Выбрал первый век Потом выбрал второй век Потому что за каждый день Разные века И так 12 веков А вот каталог Вот одна цифра Это означает 2 часа 5 минут 2 часа 5 минут Я их насчитал Теперь каталог Каталог нажал Посмотри какой каталог Вот первый век Первый файл Какой живой Святой Какого сентября Какого там сентября Год начинается И сколько Вот здесь вот Количество страниц В книге Вот справа Вот я только прокручу Чтобы видно было Какой труд проделанный Видите как Это 1173 строчки За какое число Какая продолжительность Это все начитано Голосом моим Не просто взято Это в аудио Вот оно где Вот я теперь возвращаю Назад Показать Вот Вот здесь же Фильмы Которые о нас сняли Ну не в этом дело Вот Теперь я показал Где наш канал Видеоканал Вот во свете Библии Ну у нас еще есть И живой журнал Тоже придется показать Где-то он был здесь Живой журнал Вот он где Там тоже много хорошего Ну это Помог мне Добродеев Составить его Сергей Николаевич В этом Новокузнецке живет Мне все люди помогают Откуда Так Рождеству Христову Вот оно где Это Мои стихотворения Наши дети Показаны Сейчас хочу показать Как Люди трудятся Это наши фотографии Это в живом журнале Вот как Показать немного А это я был в Баку В доме Мулы Это Тагеева Самира Она преподаватель Корана Это я у них беседую Ну ткнуть это И беседовать будешь Здесь Это живой журнал Видите как много Это много-много здесь На нем трудится Сейчас это Юлия Третьякова Бывшая Фатеева Все здесь находится Вот Я теперь хотел бы Вот это я здесь Заранее выставил Стихи, статистику Показал Цифры Вот Несколько стихотворений Прочитать Я Ну кое-что О себе Так как Автор пишет иногда Пешком пробираюсь Трамвай Грохочет с боков С подручней мне так Я кого-то Отликнув Узнаю Сварщик знакомый Из гаек Сварил мне Две пары подков С легкостью то Что мешает С разгону пинаю При малой Малюсенькой Нищенской Нашей зарплате Сумею на хлеб На прокорм Для собак Сэкономить А главное Всюду простор Мне спереди Сзади Сбегу на пригорок И видеть Стоит бородатенький Гномик Я экономлю на трамвае До пяти остановок Пешком всегда ходил Чтобы сэкономить Три копейки И только пред небом Только хранитель Мой ангел Может увидеть В какой надрываюсь Молча работе По взгляду на вид Мой подумает Тяжко был ранен Как будто погони Из серых За мной до сотни И так Сколько помню Себя первоклашкой И дальше от дома То рядом А то и совсем далеко Везде Всегда и везде Размышления Вечности Пляшет Генское Жуткое Пламя Горю целиком Пешком Исходил А не только Изъездил Планету Атлетом Атлантом Ленивым Такое не снилось На многое Вышел я В пеших Своих размышлениях К ответу Не зря Косолапил И ноги Давились Поднятую Пылью Уверовал В дальних Краях На вершине Волны С Христом Через жертву Его Примирился С Отцом Иеговой Без соли От пота И слез Мои губы И язык Солоны Блестят С серебром Мои С гайками Чуда Подковы Никто Специально Меня надрываясь Тогда не учил Искать Одиночество Снять С размышления Оковы Смотреть На закат На восход На последние В небе Лучи Поступки Поступь Рассматривать Снова И снова Нигде Никогда Никому Не завидовал Тем Кто в машине Не тем Кто уставился Пьяно Светной Телевизор У них От моих Размышлений Не пол Порошинки Уходит По тракту Кишечному С крышей Поехавшей Книзу Пешком С рюкзаком Проскользнуя В любое Ушко Стусюш К ожидающим С новым Бессмертным Заветом И Жезлом Рассветшим Смешным Для меня Попов Посташком По храмам Спешу Оживлять Православные Мощи Скелеты 29 января 6 года Игла И рядом написано Игнатий Лапкин Другое Стихотворение Это я взял только Стихотворение Которое Меня касается А остальные На все темы На все Что вокруг жизни Встречается Второе Тимофею Вторая Глава 22 стих Юношеских Похоти И убегай А держись Правды Веры Любви Мира Со всеми Призывающими Господа Чистого сердца И эти стихи Вынес Вот слушайте Внимательно Молодежь Это моя жизнь Отношение С женщинами Я женщинам Всем Благодаренный В досталь Которые Мимо меня Не заметив Прошли Взглянули Лишь коса Змеей Струили Щекосы Занозной В них Не вошел И нечего Того Рашить Мой ангел Хранитель Сумел Жи меня Уберечь По лезвию Острому Куварем Там я Скатился А женщина В силе Снесла Б мне Голову С плеч Теперь Б под старость Рыдала В истерике Бился Огонь Корень Ни в жаркой пустыне, ни в келье В лесу отсиделся В помощника, в деле Господнем Счастливые чистые сестры Обстиран, накормлен На шатком своем табурете Как в кресле И ум мой блудом не источен По-прежнему острый Вот мой табурет показать, на котором я качаюсь И приходит, и все обеспечивает Вот все здесь 9-го, 11-го 2005-го года Дальше Еще одно стихотворение Прочитаю Благодатное время Смотрю по утрам Широкие крылья Зари розовеют Маковка купола, крест Непрекаянный храм Переволочной базой для птиц Суховеев На небо смотрю Запрокинув свою заземленность Перо пролетающей птицы Нашел возле церкви Крапива красуется в росу Раскидистых кленов Как будто не люди здесь жили А черви Коротенькой жизнью Они дорожить не умели Ушли и растворились Не бывшие их житие Проржавленный остров В деревне Маящит на меле Висели молекул российских Безмерное их питье Божественным чудом Природы Девицы не стали Хотя по сезонам Оно наплывало не тайно Плодили пропойцы Отступников Гнусных каналей Иуды шептались И правил Воинственный Каин Вот тут я и рос Одичалой Ранеткой колючей Со скрипом До нужной кондиции Сам доходил К основе Евангельской К участи вечной И лучшей Среди ароматов Наитий Безбожьим Вождям Никодил Законом Была неподкупная Совесть Зачатки Стыдобушкой Горькой Несло Половодим Весной Служил на Амуре Качало Трясущей Камчаткой Легко мог Златнуть Подавившись Партийным Билетом Блесной Корабль Развернуло У пирса Незримым Течением Когда И голосом Библию Мне подарил Никто Из рожденных Остаться Не может Ничейным Смеется Еще Грудничком Или плачет Предсмертно Старик Прогнозы О скорости Ветра Пророщат Разорваны В клочья Картина Лазоревой Тучи Выводит Мою Биографию Рожи Сукорчат Будильник Поутру Трясется В подучей Мое Благодатное Время Целую Следы Столкнулся Я с ними На черепе Страшные Голгофы И храмы Невечные К истокам Уходят Потоки Воды Во свете Христовом Иное Ванфас Да и в профиль 15-го 6-го 4-го Года И везде Напротив каждой Строчки Вот вы увидели Здесь Места Священного Писания Это я увеличил Чтобы видно Было А вот К Новому Году Я написал Не с чем Вам хвалиться Разве Не знаете Что малая захвастка Хвасит Все тесто Первое Послание Коринфянам Пятая Глава Шестой Все Лочь Палили В небо Фейерверки Справляли Новый год И бесновались Но жизнь В свете Оставалась Серой Не просветлела Изнутри Немало До туч Всплывали В сполохе Ракет Гирляндами Катились В горизонту Кому-то В этот час Подкатит Смерть Она Пока что Царствует На троне Чего уж Праздновать При полном Поражении Все остается Так же Как вчера Все суета Сует Вращается Сей Жернов Раздует Пепел Нашего Нашего Костра В одни Побед Салют Не умолкает За соль Оломаться Ограничения Чужды Дней Годов Не задержать Мелькания И видеть В них Лишь Внешне Наружно Помолимся Чтобы взглянуть Вовнутрь И страхи Отшатнуться Столько Мрака Насколько Ж глубокая И беспробудна Дурь У каждого Безбожника На грядке Кто Осознал Некщемность Пустоты Приобретение Богатства И тщеславия Там Вожделением Пришла Пора Остыть Не жить С гаремами По образцу Ислама Быть Осиянным Нужно Изнутри Признать Главенство Души Над телом Считая Библию В себя То Сейчас Смотри Как мы Желать И в мыслях Не посмели Столп Огненный Над станом Житием Отсчет Начнется От рождения Свыше Контроль Над тем Что выпью Что съем Делиться Тем Что самому Не лишне Такое Праздновать Приятно С Иисусом В передний угол Гостя Усажу Путь Истинный Тернист И очень Узкий Светлей Прожектора У лампы Абажур Это вот еще Одно Сихотворение И прочитаю Эпиграф Сотворите же Достойные Плоды Покаяния И не думайте Говорить себе Что отец У нас Авраам И поговорю Вам Что Бог Может Из камней Сих Воздвигнуть Детей Аврааму Когда-то Вычитал У грека Златоуста Про подвиг Древнего Прадеда Авраама Еще Авраам И с буквой А Не густо Поверил Иегове Вот что Странно И странником Пошел По Палестине Вот я Останавливаюсь Вот некоторые Считают А что то Густо Одна буква Авраам А теперь Авраам И говорю С буквой Не густо Поверил Иегове Пошел По Палестине Странно Странником Слово Авраам Означает Странник Тут надо Понимать О чем Речь идет Авраам Это отец Множества Поэтому Еще не густо Было И ребенок Только один Будет Но все Имеет Таинственный Смысл И странником То есть Соответственно Первому имени С одной Бухов Авраам И странником Пошел По Палестине Оставив Родственников Прежние Пейзажи Конечно Плакали Навеки Расставаясь Собрали Рухлядь Скарб Свои палатки Горшки Делили Снохи Тещи Свахи При Складбища Отцов Такие Травы Но Авраам Тогда До всех Авраам Шагал И ждал Прислушивался К небу Он Не рахиль Башков Тех не забрал Уже Ощеждался Явно Непотребных Решительно Порвал И навсегда Своим умом Назад Не ворохнулся На небосводе Яркая звезда Под Валаама Не сыграл Он труса Я поясняю Люди Не понимают Что такое Яркая звезда Валаам говорит Вижу Звезда Восходит От Израиля Вифлеемская Звезда И он Под Валаама Не сыграл Труса Не отступил Не прельстился Богатством Он платил Десятину Мельхиседеку Примером Многих Сильно Озадачил В неведомое Шел Юродствуя Так впрок Теперь мы знаем Он не мог Иначе Он был Воистину Отец Герой Пророк 17.1.8 Галатам 3.20 Если же вы Христовы То вы Семя Авраама И по обетованию Наследники Это вот Одно мое Стихотворение Я повторяю Я Стихотворение Не могу назвать Так Проповь в стихах Ну еще одно От подошвы Ноги до темени Головы Нет у него Здорового места Язвы Пятна Гноящиеся Раны Неощищены Необязаны Не смягчены Елеем Пророк Исаия 1.6 Вот это Пророк Исаия Говорит не о филистимлянах Он говорит О богоизбранном Народе Еврейском И люди И евреи говорят Мы богоизбранные Ну вот и читайте Что про них написано Русские говорят Мы второй Израиль Считайте Что написано Живого места Нет Я считал Златоуст Больших врагов Истине Чем православные Трудно найти Все потонуло Во лжи Все это Лезут к властям Все это Соединяются Что каждый Каждый храм Должен теперь Ждать Представец Богородица Прогони кого-то Вот мое стихотворение Колчак Плывет Ушел под лед Последние слова Его Какие В Ипатевский Подвал Сам царь идет Дуплетом Черный шар Кремлевским Вы понимаете О чем здесь написано Это игра идет Ставка Метрополит Филипп В малютинской Петле Релееву Дыхания Не хватает Россия Варится В ульяновском Котле Краснеет Русь С приставкой Святая Ни просвор Ни икон В пасхальный День Кожанки Портупеи Наркомы Плен Вавилонский Гулага Тень Коммунистической Язвы Иссаркома Останки Колоколи На мощей С Останкинскую Башню Прославляют Над площадью Советов Чудище Кощей Картава Через усилитель Лает История Скукоженной Страны Кищащейся Позором И развратом Пир пьяных Вурдалаков Сатаны Опять Все повторить Вернуть Обратно Ни патриарх Ни сон Попов Довольных Пророческим Глаголом Нас Не жгут За коммунистов Голосуйтесь Колоколин Летят Листовки Выживших Малют Россия Бедная Подол на голове Расхристанная Вдрызг После пожаров Серпаста Молоткастый Разбойник Соловей Свистит Улещевый С батюшкой На пару О Оболваненный Народ Своим Камланем Шаманят По эфиру Неспроста Замироточили Иконы Православия Канонизация Без самого Христа С ним Не советуется Он уже Не нужен Евангелие Спрятано В ковчеге Ход Царства Божия Становится Все Уже За все За все Мы будем Все В ответе Второго Шестого Второго Плач 4.20 Дыхание Жизни Нашей Помазанный Господень Пойман В ямы Их Тот О котором Мы говорили Под тень Его Будем жить Среди народов Это вот Несколько Стихотворений Которые Я прочитал Вот кроме Того У меня Все Стихотворения Вот 3476 Я показать Их могу Они слеплены В один Файл Вот Это теперь Очень легко Искать Вот Одним Файлом Это показал Оглавление Вот она Идет Вот я Даже могу Провести Но это Бесконечно 3467 Зарядил Какое-то Слово Контр Ф Взял Только Пожалуйста Ну кому Это надо Я могу Послать Даже Вот это Кратко Что Вот у меня Одно Довое Спорное Стихотворение Было Я даже Прочитаю Его Сейчас Увеличу Его Побольше Чтобы видно Было Ну и Очень сильно Тут одни разобиделись Это вы про нашего Сына Написали Вот Это Я нет Это собирательный образ Я не могу ничего Рассказать А Она не дает Даже На это Большой 22 Придется поменьше Уменьшить 20 Ну вот так вот Что интересно Я написал Стихотворение И это Стихотворение Отнес родителям В доме Которых Будет беда Погибнет Сын Но я Отнес не одним А двоим С которым Они дружили А это вы Напророщили И сын Наш В таком Молодом Возрасте Погибает Я говорю Тут много И не сходится Я Показываю Чтобы Говорить Что именно О вашем сыне И я знал Нужно Чтобы все Сошлось Но если Половина Сходится Половина Не сходится Ну ясно Что не об этом А о Христе Было допустим Пророчество 190 Показывает Новый Завет До 300 Насчитывает Даже Они все Должны были Сойтись Проданы За 30 Средневеков Не мог быть За 31 Продан Не за 29 Умышленно Ребенок Разломал Игрушку Приспищило Коняшке Под хвостик Заглянуть То есть Подворитель Заяц Трекозу Лягушку К подошве Гвоздь Он смастерил Слону Заметили Случайно Жареным Воняет Котенка Он живем Сроднил С электроплиткой Плоды Заголосили Мать Виноват Ит няню А виноват Отец Что не сроднил С молитвой И против Каждого В каждой срочке Место писания Но я увеличил И поэтому Слова наплывают Друг на друга Видите У них няни не было На электроплитке Не было Я красным показал Что этого не было Вот что не сходится Где красным Это не сходится Синим Это то что сошлось Растет Растет как скот Безопихода Малый Доносы Наказаний Минуют Квартирные замки Не рассломал Он И с тем И закончит Жизнь свою Земную Разбойник И наглец Теперь молчит Отец А раньше Вставал Когда мальчишка Дерзкий Хамил Учительницы В форточку Залез А над сестренкой Малой Наизгалялся Зверски Здесь столько выходов Ступеней У подвала И следователь Может рассмотреть На все сигналы Образно Плевали Не применили Ни ремня Ни плеть Молитва От соседей Скорей бы ты Подох В очередной Убили перестрелки И так случилось Что услышал Бог На пепелище Кости обгорелых Так стоило Летушиться Рожать Чтоб досаждал Змееныш В аферистах Знакомый с ним Тюрьма И сторожа А дед ему Приходится Баптистам Мать певчая Харистка Неплохая Отец же Дьякона Нечаянно попал Сына балдуй До смерти Стал паханом За упокой душу Души теперь Несут попам Быть может Померещилась Концовка Но очень уж Похожа Так и будет Не опоздайте Сын ваш В дядю Вовку За воспитание Такое Осудят Бог и люди Это написано Двадцать пятого Седьмого Четвертого Года Премудрость Соломона 4.11 Твасищен Чтобы злого Его не изменило Разума Его Или коварство Не престило Его Я немного Уменьшу Потому что Трудно даже Прочитать Это двадцатая Ну хотя бы На восемнадцатый Вот Что Вот Как это было написано Я просчитал Семь лет Пять месяцев Двадцать три дня До гибели ребенка Две тысячи семьсот Двадцать восемь дней И два високосных Две тысячи Семьсот тридцать дней Со дня Написания Стиха Было До той огромной беды Какая случилась Ну в которой Даже меня Стали обвинять Это вы сказали Вы напророчили И прочее За две тысячи Семьсот дней Это все таки Не два дня Это не два дня Вот я хотел еще Показать Как у нас Время показывает Есть ли возможность Еще прослушать Немного песнопения Как и Идет Так сапченко Сейчас я открою Вот он Вот Это вот слова Которые я буду Открывать Что у меня тут Проверят А Там было такое Аллилуйя Вот Аллилуйя Вот она у меня Здесь есть Я открываю Аллилуйя Потолок Вот И он сейчас будет петь Как оно поется Пожалуйста Аллилуйя Аллилуйя Это потолок Выше Не забраться Не достигнуть Это все Чего Достичь Я смог Прошептать Пропеть Предсмертно Скрипнуть Аллилуйя Мой девиз И лозунг Сорок лет С ним Бога Познаю Получал Не раз По сорок Розок Там без очереди Многим Выдаю Аллилуйя Аллилуйя Кое-как Скажу Я Не умея Ничего Понять В эту жизнь Как и в яму Долговую А потом На белого Коня Отошел Бы Сгинул В одночасье Цель И направление Потерял Аллилуйя Утреннее Счастье Для всего Мой строй Материал Перевод С еврейского Подскажет Это значит Слава Тебе Боже А больше Нет намека Даже Чтоб На это Чуточку Похоже От долгов Избавь меня Иисусе От лукава Спаси Сохрани Без тебя Ни шагу Не спасусь Я Ты стена Фундамент И грани Аллилуйя Упеваю Счастье Библию Библию Открою Поутру Разложу Прошедшие Начасти Слезы Благодарности Вутру Почему Зачем Сумел Родиться Свой Плацдарм В очреве Захватить К материнским Виноградным Кистям К пуповиням Бабушкину Нить Аллилуйя Испытания Пули Рикошетят Уже Столько Лет Страшники У камеры Заснули Путь Свободен Валилуи Свет Аллилуйя Кое Как Скажу Я Не умеем Ничего Понять В эту Жизнь Как В яму Долговую А потом На белого Коня Аллилуйя Еще Один Там Было Предисловие Вот Это Не спешите Меня хоронить Но это Просчитал Вот я Сейчас Посмотрю Где Какие У меня Там Были Вот А сначала Не было Так Кажется Вот Это У меня На первой Есть Вот Я Его Включу И Текст Сразу Включу А сначала Не было Так На многое Что мы не видим В храме От попрошай Колбущих О градке До алтаря До батюшки С дарами Мы допустили Всюду Беспорядки Христос Христос Сказал Враждебным Иудеям Я Не Сужу Это Нам Так Ново А далее Словам От них Все Хородит Судить Судить По нему Сверяйся Накладывая Сравнение К одному Один Дымятся злоба, слыша, это рясы Да замолчи ты, юридик, кретин Но если я невежда, недотепа Магистрскую степень не лезам Могу слышать, как ушли до волка Переродилась в дикую лоза Христос сказал враждебным иудеям Я не сужу, а это нам так ново А далее слова, от них все холодеет Судить вас будет слышанное слово А далее слова, от них все холодеет Судить вас будет слышанное слово То как не дрогнут камеловки-митры Хотя бы раз открыв новый завет Кто исказил, придумал мудро-хитро И затемнил, сошедшись с неба свет Умнее Бога, впавшие монахи Кромсали из речения Христа Поволокли слова его на тлаху А измышления свои на пьедестал Христос сказал враждебным иудеям Я не сужу, а это нам так ново А далее слова, от них все холодеет Судить вас будет слышанное слово А далее слова, от них все холодеет Судить вас будет слышанное слово. Куда ни глянь, нас режет его фраза, Сначала было это все не так. Торговлю убери, молись не для показа, Не человека слушай, а Христа. Никто не благ, но только Бог один, Так почему же, преблагая Матерь, Персобирает сыну властелин, А не заказчик вензелей на скатерть. Христос сказал враждебным иудеям, Я не сужу, а это нам так мало. Отдали слова, от них все холодеет, Судить вас будет слышанное слово. Отдали слова, от них все холодеет, Судить вас будет слышанное слово. Герои прошлого с утра сидят в прихожей, В сандалиях, ботфортах босиком. Чужие разные есть на меня похожи, Семь тысяч верст и лет достигли прямиком. Они пока что книжные герои, Известные не мне же одному, Их нанимать надолго в перестройку, Быть мирным с ними объявить войну. Уже не понаслышке, не по букве, Вас обниму, роднее всех родных. От радости к груди, прижавшие руки, Вам улыбаюсь с этой стороны. Вам улыбаюсь с этой стороны. Кто посоветует, кого избрать надолго, Друзья в начальнике просто в кореша, Без паспорта определят наколки, У этих коммунистов ни шиша. Со всей земли без разных звезд и свастик, Пройдите на примерку креста, С неверными не обретают счастья, И наша дружба с чистого листа. Уже не понаслышке, не по букве, Вас обниму, роднее всех родных. От радости к груди, прижавшие руки, Вам улыбаюсь с этой стороны. Вам улыбаюсь с этой стороны. Ищу глазами дух Иеремии, По ревности святого Златоуста, Друзей, которые нигде б не посрамили, Родные мне по мысли и по чувствам. Прошу за стол составить протокол О первом разговоре по согласию, Я к этой встрече с вечер в ветвек ошел, Быть в послушании всегда под вашей властью, Уже не понаслышке, не по букве, Вас обниму, роднее всех родных. От радости к груди, прижавшие руки, Вам улыбаюсь с этой стороны. Вам улыбаюсь с этой стороны. Не надо убеждать, что вы не здесь, В своих трудах со мной вы постоянно. Духовники, мне вас не пересчесть, Вы жили, как и я, не без изъяна. Но ваш огонь не обличение сила, Авторитет мучения за Христа. В пустыне жизни сорок лет учился, А ныне час свидания настал. Уже не понаслышке, не по букве, Вас обниму, роднее всех родных. От радости к груди, прижавшие руки, Вам улыбаюсь с этой стороны. Вам улыбаюсь с этой стороны. Вот когда я говорю, какие взяты здесь первые страницы, вот в основном мы с ними ознакомились. Даже некоторые пропели. Я бы мог еще одну дать, но неохота, чтобы прослушали вот о Святой Руси попутно. Войдет, нет? Давайте. Одну хотя бы. Это и мое стихотворение. И сразу дается еще. А что тут капризничает-то? Не знаю, думаю. Не включается. Святая Русь К чему вы обольщаете самвона С под моста кэшафота у Кремля? Что будет мир и рухнет храм Дагона? За плодоносит мертвая земля. Вы говорите о былой России, Царях великих, собиравших Русь. Что всех иуд повесят на синий, но я обратно я вам предсказать берусь. Святая Русь Святая Русь Нас заклинают хором. Святая Русь Жила и будет жить. И детям нашим Не видать позора Их будущее больше не страшит. Ведь не знаю, для чего так лгать Завучено цветасто и искусно Прислушайся за каждым словом, мать Печаль веков чадит И в сердце пусто О, Боже, проповедников пришли В служении Богу на родном, на русском Крещение духом водное в крови Тернистый путь И в ход уж очень узкий Не верится и верить вам грешно Опровергать здесь нечего Напрасно во всем всегда Одно большое оно Мы говорим не об одном, а разном Величие России не в тюрьме Не тысячекилометровое пространство Но в покаянии и в сердце и уме Пусть маленькое, но Христово братство Святая Русь, когда была святая Скажи тебе, брату, срок имена Во свете Библии патетика растает Останется вино, вина война Хватали все от севера до юга До порта Артура по оспу островов Все подгребли в самом тайгу и в югу И расплодили не Христе воров О Боже, проповедников пришли В служении Богу на родном, на русском Крещение духом водное в крови Тернистый путь И вход уж очень узкий Кто хуже нас сокровища земные Транжирит, жжет и рубит по весне Мы опостылили от века и до ныне При Балтике, Татарам и Чечне На нашей земле вожделенье зависть Облизываясь смотрит миллиард Весь мусульманский мир Там добровольца запись У нас отняет за счастье каждый раб О Боже, проповедников пришли Служение Богу на родном, на русском Крещение духом водное в крови Тернистый путь и вход уж очень узкий Тогда исполнив веренную нам Не Русь святая, а герои веры Народы понесут евангельский бальзам От коммунистической заразы и химеры К чему вы обольщаете Самвона Вот что о стихах я хотел ответить Если дан талант, ну его надо открывать Я не считаю, повторяю, ни поэт, никто Просто более-менее в стихотворной форме Выразить проповедь, как нужно Как сердце мое просилось высказать это В стихах, вот больше всего я не поэт, повторяю Лукавство Вот все какие-то восторонения Вот Андрей Вознесенский И впереди меня машина высгнулась Как девка писает по биссектрисе Вообще Это стихотворение Я зашел, а Олег Пашанин говорит Вот сейчас считали стихотворение Ну какая-то рифмовка Вышел, сикал Едет мотоцикл Это в литературном институте В Москве Я прочитал два стихотворения Ну а там по одному давали считать Ну а Я прочитал одно Он говорит, ну-ка еще одно прочитайте Я говорю, я дорогой написал, ехал там Цыганский табор Ну я что видел, касался там О расстреле царя Еще прочитал Два А там еще людей там много Большой зал, у них какой-то семинар шел Другие просят там его Я не знаю, как его величать Александра что ли Еще Я рассказал около шести стихотворений Он встал и говорит Знаете, у меня такое впечатление Что ворвался какой-то ветер Говорит, а лето было Распахнул все двери, форточки наши здесь А мы, говорит, о чем пишем Повторяю, я не поэт Ну вот я как вижу это Так и говорю Стихотворение должно в себе нести что-то таинственное Чтобы человек считал себя в ущербе Потерявшим нечто, если он не знаком с этим стихотворением Ну а какие вы знаете настоящие поэты? Я могу сказать, ну не каждому Это Григория Нарикати Не каждый его знает Армянский поэт В моих книгах много взято Там стихи, идущие от сердца Современники какие-то Вот Андрей Дементьев Вот теперь Евгений Евтушенко Это настоящие поэты Просто У меня таланта нет их Я это осознаю И мне не завидовать А я Вот я 26-й том издал Без Евгения Евтушенко мне бы не издать 300 поэтов России за 300 лет Что говорят по определенной тематике Расул Гамзатов Конечно У Пушкина там стихотворения 4 может только можно взять Когда я издавал антологию мировой поэзии От Пушкина 3 кажется стихотворения взял У Лермонтова стихотворения 2 или 3 Взять нечего От алтайских поэтов Которые печатаются они в своих Альманах там издают Я не мог взять ни одного за последние 10 лет Ну конечно у меня сугубо специфически Это чтобы было о Боге, о вечности И понятно было Что живем здесь мы временно Вот о чем А вот пишут им Никуда Что оно есть, что нет Написал сегодня Иду, фонари раскинули руки свои Ну раскинули руки Но я мимо фонаря не прошел Чего я потерял И ты его не ставил этот фонарь Вот я просто Говорят умер Здесь Не умер, а погиб В автокатастрофе Мэр говорит Да хороший человек Я его уважаю Я даже молился за него Но дальше-то ничего не надо И вдруг Колесникова пишет Она одно время Как секретарь Ну главный Как сказать Председатель поэтической этой Ассоциации-то у них Я неправильно имену называю Но все-таки И вот она пишет Что он Бог забирает лучших И он там у него Мэром Небесной отчизны Вообще Как говорят в мире Офанарить надо Бывший парторг Моторного завода Хороший человек Повторяю Он мне помогал Приходил ко мне сюда Ну я этого не могу сказать Ни о Серафиме Старовском Ни об Иоанне Златоустом Ни об апостоле Павле А она Ну просто так Я узнал А там дома такой Непорядок Кто знает там поэт Мало того что И муж обижает И он говорит Писать надо Такое Написанная книга В Библии Вот лучший поэт Всех мировых Племен Народов И веков Хотите вы Берите оттуда Вот я все время Оттуда беру Эпиграфы Я не нахожу В Библии почти Ни одного места Писания Которое мне бы Не было Вошедшее в меня Я живу этим Оно по мне Прошлось Проехалось Продавило Прожгло И поэтому я его Запоминаю Вот когда Для молодых Говорят Он павит Я говорю У него ничего Не получится А почему Да потому что Он блудник Он живет Еще до Брачной жизни Уже живет И спит Где попало С кем попало Спит А его караули Спит Уже караули Такого постели Вот оно почему Вот сегодня Секс Меньшинство Эти люди Ничего создать Не могут Ничего кроме Грязи Вони Издать Никто Они могут Только раздевать Женщин Моду давать На высокие каблуки Их поставить Уродовать Ноги Намазать Их Мужчина Не понимает Мужчины Всегда Чувствуют Избыток Всего Они все время Бреют Женщина Недостаток Чувствует А мужчина При избытке И оба Обманываются Они друг друга Дополняют Когда по боже Мужчина Лишняя борода Сбрить ее Надо По всему миру Семя свое Рассеивает Драгоценное И ничего Нигде нет А женщина Наоборот Намазывает Ей не хватает Этой красоты Ну так уж Устроено было Они дополняют Друг друга И в этом единстве Рождается Истинная поэзия У меня есть Тут Любовно Такие Не любовно Как сказать А любви Стихотворения Повторяю Здесь 3467 Стихотворений И кто Проникся этим У кого есть желание Помочь Ну имеет деньги Для него это что Миллион Двести тысяч Я бы их издал Уже в этом году Богу нашему Слава Во веки веков Аминь Благодарю что Вытерпели Дослушали Слава тебе Господи